Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков порадовал почтеннейшую публику, но в первую очередь американскую аудиторию, тем, что он поймал убийц Бузины. Убийц Бузины. Значит, 25-26 лет, я уже выяснил, кто это и что это. Один бандеровец, 8 июня он уволился из органов внутренних дел. Он, оказывается, после Майдана был сотрудником внутренних дел, то есть подчиненным Авакова самого. Воевал, ну, находился, скажем так, в районе боевых действий, где-то недалеко, явно в них не участвовал, в батальоне Киев-1. Значит, 8 июня он, разочаровавшись в войне, которую он назвал ненациональной и неосвободительной, он уволился из батальона и уволился из органов внутренних дел. Значит, 10 дней спустя его, и он помощник, не знаю, в прошлом или до сих пор, помощник народного депутата Украины, по-моему, бывшего от ВО «Свобода», Евгения Леонева. Есть там такой кудрявый тип. Очень жесткая привязка именно к тому, что они Бандеров. Второй никто. Второй фамилия Полищук. Вот я нашел его анкету на сайте «Работа.юэй». Там он ищет вакансию менеджера по продажам. Закончил Киевский технологический институт пищевой промышленности, сейчас университет пищевых производств. Медведько его рекомендовал. Ну, в качестве его протежа выступает. Там, значит, и при этом они хотят сказать, что эти два человека убили Бузину, а Калашникова накануне вечером чисто случайно убили другие. Вот. Ну, это все, если честно, шито белыми нитками. В свете последних событий это все тянет на то, что хунта решила нанести удар по бандеровцам, по правым, по агрессивным правам, которые сформировали добровольческие батальоны, беспределят в зоне АТО. Близко к театру военных действий они не подходят, потому что все живы, здоровы. Те, кто находился на фронте, те отнюдь не живы и не здоровы. Вот. Ну, теперь они наносят по ним удар. Значит, первый пошел Мельничук, комбат Айдара, бандитского батальона. Вторым пошел вчера или позавчера был арестован глава батальона, комбат батальона Торнадо. Сегодня Москаль потребовал разоружить и расформировать батальоны Торнадо и Чернигов, которые в свое время прославлялись как освободители и защитники Украины. Батальон Торнадо, я сразу расскажу, я знаю, что это за батальон. Он называется Торнадо совсем недавно, совсем недолго. До этого он назывался, если я не ошибаюсь, Шахтерск, этот батальон. Этот батальон был расформирован, единственный из батальонов был расформирован за мародерство. Потом комбат и члены этого батальона, бойцы, прибыли в Запорожье. Там они что-то сделали, куда-то пришли, заняли какие-то помещения и переименовали себя в Торнадо. Все это очень интересно, поскольку это характеризует тех... Знаешь, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Таких батальонов Торнадо очень много, чуть менее, чем все практически. Уже Америка признала батальон Азов фашистским, нацистским, запретила своим военным их тренировать. То есть это все сигнал мощной атаки на правых бандеровцев. Потому что фашистским батальон Азов был назван американским сенатором раз, вернее, не сенатором, а конгрессмен Палаты представителей. Но мало этого, что он просто так их назвал, допустим, это может быть его личная точка зрения. Но дело в том, что Конгресс США принял поправки от этого конгрессмена, которые специально запрещают американским военным тренировать батальон Азов. И как основание он указан там, как нацистский, использующий нацистскую символику. Ну, что понимают под этим американцы, я не знаю. Для Авакова это очень неудобный момент, поскольку батальон Азов находится в подчинении Министерства внутренних дел. И члены этого батальона являются сотрудниками Министерства внутренних дел. Это очень неудобный момент, поэтому обижать Азов они не хотят, поскольку Азов прославился погромами в Мариуполе, за которыми тоже стоят и Аваков, и Турчинов, и так далее. То есть теперь, скорее всего, их будут склонять к тому, чтобы снять шевроны с нацистской символикой. Переименоваться, ну, они могут переименоваться во что угодно. В бригаду, в армию, я не знаю, во что-нибудь еще. То есть тут не суть, дело не в названии. Это просто банда. То есть они не имеют на вооружении ни техники серьезной. Значит, к ним прикомандирована артиллерийская часть, но только с одной целью – обстреливать позиции ополчения. То есть их прикомандировали к батальону Азов, но командир батареи вряд ли подчиняется Белецкому, командиру батальона Азов. Азов ничем не занимается. Они расквартированы в Приазовье в пансионатах и, в общем, ничем не занят этому сумму. Они пиарятся. Я их называю пиар-батальоны. То, что они фашистские, ну, не всегда такие были, господи. Но это очень серьезная проблема, потому что хунти сейчас… Получается, что в подчинении у хунты в прямом с удостоверениями сотрудников МВД бегают фашисты, которых Америка признает фашистами. И они поэтому сейчас, то есть начиная… Ну, как я заметил, я думал, эти события будут развиваться несколько иначе. Возможно, даже с боями в Киеве. Но, как только хунты и их покровители разобрались в том, что бандеровские батальоны уже не представляют собой серьезно организованной объединенной силы, способной сбросить Порошенко. А Порошенко тем временем и хунта, и их хозяева укрепляли армию, МВД своими кадрами, своими людьми. Вот. Они в любой момент сейчас могут отдать приказ на разоружение, ликвидацию бандеровских подразделений. Вот. Тем самым укрепляя свою власть на Украине и в Киеве в частности. То есть Ярош и правый сектор, и вот этот ДУК, добровольческий украинский корпус, их вооруженные силы, показали себя, ну, несколько неуверенны. Они неуверены были. То есть было два или три противостояния. Всякий раз Ярош грозился повезти батальоны свои на Киев. Всякий раз он отказывался от своих слов. Значит, недавно было противостояние, в мае, по-моему, между, уже открытое противостояние между ДУК, Ярошем, с одной стороны, и вооруженными силами Украины, и Муженко, с другой стороны. Был достигнут компромисс некий. Ярош был формально назначен советником министра обороны. Значит, добровольческий украинский корпус продолжает существовать сам по себе, он не подчиняется до сих пор никому. Хотя они заявили, что они перейдут в ведение вооруженных сил. И это, с одной стороны, укрепит позиции хунты, с другой стороны, это полностью обезоружит правый сектор, поскольку в подчинении Министерства внутренних дел добровольческий украинский корпус не сможет существовать как полноценная боевая единица. Она такой и не будет. Ее расформируют все равно, их раскидают по разным частям, кто захочет. Но военная служба, это дело скучное, очень мало стоит, то есть зарплата низкая, совершенно неромантично, все буднично. Ну, Сережа, ты же знаешь, мы же служили, мы же в курсе. И, скорее всего, эти романтики и бандеровщины не будут служить дальше, и подобно вот этому человеку по фамилии Медведько, которого задержали якобы за убийство Бузины, они все поувольняются и перейдут на какое-то гражданское положение. То есть, со временем, это часть Минска-2. То есть, Минск-2 постановил обоим сторонам разоружить все незаконные формирования, то есть, сохранить только те, кто согласен служить официально, служить как положено. То есть, то же самое происходит в Новороссии. Все эти заявления о закрытии проекта Новороссии, хотя я не совсем понимаю, что это значит. То есть, Новороссия для меня это не проект. Новороссия для меня это огромное движение народное, которое ознаменовалось русской весной. Вот. К сожалению, теряет ополчение своих героев, то есть, вот Леша Мозговой, его смерть, она непонятно как бы никто, ничто, но, к сожалению, мы догадываемся, что Леша не хотел приспосабливаться и прогибаться под изменчивый мир. Вот. Это все часть Минска-2. С одной стороны и с другой стороны. Я не думал, что, ну, это пока еще все со стороны Украины, все это было очень эфемерно, потому что они вместе стояли на Майдане. Это, если одни майдановцы начнут убивать других или гонять или сажать, это уже, несомненно, начнется борьба внутри Украины. То есть, ликвидация вот эта ночь длинных ножей, так называемая, которую я ожидал еще в мае. Ну, вот она наступила сейчас, уже наступила. То есть, на месте этих всех комбатантов я бы очень серьезно задумался и подумал бы о каких-то запасных площадках, поскольку их преследовать будут беспощадно. Показательный пример вот этого бандитского батальона «Торнадо», во главе которого стоял рецидивист, бандит, сидевший в тюрьме, с нацистскими свастиками, самыми настоящими в виде татуировок на теле. Что кто-то хочет сказать, что хунта об этом не знала? Конечно, знала. Покрывала его, крышевала? Да. Когда она за него взялась? Только тогда, когда он влез в их бизнес, начал тормозить какие-то поезда. То есть, всем все понятно. На остальных тоже есть материалы. И этим материалам дадут ход. Для этого достаточно просто старым сотрудникам Министерства внутренних дел, старой милиции, которых там еще очень много, многие были в АТО, просто дать команду, которую не дал Янукович в свое время. Они с удовольствием ее выполнены, поскольку зуб имеют на правах огромный.